Измеритель скорости TrueCam, честная камера в переводе с английского, снова в законе. Использовать закупленные в прошлом году 137 приборов этой весной запретила Генеральная прокуратура. Уж слишком много нареканий было со стороны водителей, но теперь радары вернулись. Американский лазер превышение скорости видит за километр, в чем убедилась Лариса Задорожная. Этот маленький чемоданчик гроза автомобилистов технологии НАСА, Американского космического агентства, против украинского лихачества на дорогах. Честная камера, снова на трассах. Нажимает крок, выбираем отсиль. Зараз ехала отсиль с порушением 50 км в час, потому что у нас было остановлено открытие. Три фотоснимка в секунду, GPS-датчик, 15 часов без подзарядки нарушения, может фиксировать и днем, и ночью. В руках украинских ГАИшников чудо техники было почти год, и вдруг выяснилось, что вне закона. Скорость не измерять такое предписание Генеральная прокуратура дала ГАИ еще в марте. Она провела специальную проверку, и оказалось, приборы не имеют сертификата в соответствии и экспертных заключений. Мы отримали соответствующие выставки. Теперь все по закону. ГАИ не нарадуется. В памяти свежи бесконечные суды. И по трукам, и по визиру собрату российского производства. Их то запрещали, то разрешали. Не будет такого, что зафиксировали один автомобиль реально, а запоняют совсем інший. Будет видно. Початок фиксации, когда швидко зафиксировано. Подальше рух этого автомобиля. И как кинцевый результат считывания, распознавания номерного знака уже на отстани або 50, або 70 метров. В общественной организации дорожный контроль американское изобретение тоже взяли на заметку. Ее активисты проверят, а все ли так, как говорят гаишники. Ведь у честной камеры репутация уже запятнана. За границей состоялись несколько судебных процессов в пользу автомобилистов. Было вообще обсуждение в интернете этого прибора, поскольку он используется и в зарубежных странах в том числе. И в зарубежных странах доказывали, что этот прибор фиксирует другой автомобиль. То есть такая практика, в частности в Америке, есть. У украинских водителей уже выработался иммунитет. На нашей памяти говорят, это не первый и, скорее всего, не последний радар. Какие бы приборы не придумали, все равно водители выигрывают в суды, потому что все равно гаишники либо прячутся, либо стоят, нарушая право дорожного движения. Пока что честные камеры работают только в Киевской области. Но уже в ближайшие дни их можно будет увидеть на дорогах всех регионов. Никаких писем счастья в почтовых ящиках не будет. Данные радара действительны только стационарно. Водителю сначала показывают фотографии нарушения и только потом штрафуют. Лариса Задорожная, Кирилл Евсеев, Сергей Коваль, Евгений Сакон. Продолжение следует...